Вы смотрите программу «Просто утро» и в студии для вас работают Оксана Голубович и Сергей Сидоренко. Сегодня мы говорим о комфортной и безопасной жизни у себя дома. Чтобы дом был настоящей крепостью, нужно позаботиться о его сохранности. На эту тему рассуждаем с нашими гостями. А в студию к нам присоединились наши гости. Это Дмитрий Турлай, помощник генерального директора Гродного Булгаза, и Евгений Станиславчик, начальник службы по обслуживанию внутридомового газоиспользующего оборудования. Доброе утро. Ну что, наверное, перейдем к самому главному и простому вопросу. Как следить за газовым оборудованием, которое находится у каждого из вас? Чтобы избежать каких-то проблем, ошибок, которые могут привести к несчастным случаям. Ну, любая домохозяйка, конечно же, понимает, что в первую очередь нужно в чистоте содержать. И хорошие, скажем так, домохозяйки, они так и делают. Но есть ряд таких требований специфических, которые нужно знать. Я наступлюсь, наверное, только на самых таких основных, с которыми часто сталкиваемся, ну, нарушают люди, вот какие требования. Это требования, да, это когда они пользуются, допустим, газовой плитой, в обязательном порядке должен человек перекрывать кран перед плитой газовой. То есть, ну, по примеру, как с электричеством. То есть уходит человек из комнаты, как правило, это уже выработано, ну, такой порядок, да, выключается свет. И тут то же самое должно быть. Для чего делается? Для того, чтобы исключить возможности каких-то утечек и так далее. Кто-то, особенно престарелые наши граждане, они забывают зачастую перекрывать комфорты. И сталкиваемся с таким, что загазовываются даже целые подъезды. Это, понимаете, очень небезопасно. Вот, значит, своевременно проводить техническое обслуживание всего газопотребляющего оборудования. Это плиты достаточно редко обслуживаются, раз в 10 лет. Колонки, котлы ежегодно. Значит, если договор заключен с Гродногазом, там, или с любой газоснабжающей организацией, ну, в своем регионе, там, в своем районе, то в этом плане, ну, на мой взгляд, намного проще работать. Потому что в нашей структуре работают профессионалы, как бы, свое дело. Они делают качественно и расценки ниже. Вот. А если же нет, то допускается. Есть организации, которые, вот, в частности, по обслуживанию газовых котлов или колонок работают в области. Есть перечень таких организаций на сайте. Можно узнать, позвонив в газоснабжающую организацию этот перечень. Вот. И таким образом договор должен быть постоянно действующим. Если расторгается, то в пятидневный срок нужно заключить с другой организацией, либо перезаключить с этой, либо с газоснабжающей. Таким вот образом. Ну, хотел еще добавить, что самое главное, конечно, надо помнить, что любой ремонт, осуществляясь, это абоненту, потребителю газовому нашему, запрещено. И всегда нужно вызывать нашего представителя для выполнения данного ремонта. И, ну, и помнить, что кухня – это кухня, а не спальня. Нельзя применять, ставить на кровати и спать на кухне. Потому что, наверное, есть и такие граждане. Применять помещение именно по их санитарных и технических назначениях. Ну, привязывать к газопроводу какие-то веревки, лишние предметы, нагружать их. И в случае, когда выявляются какие-то случаи неисправности тех же запорных устройств, которые у нас существуют на газопроводах, всегда вызывать нашего представителя. Мне интересует такой вопрос. Бывают дети, они же такие любознательные, любопытные. Подойдет, отвинтит там краник или включит плиту. Родители могут не досмотреть этого доли секунды. И есть ли какая-то защита от детей? Может, что-то предусмотрено? Есть уже новые, будем говорить, допустим, плиты. Да, есть, они состроены там и газконтроль. То есть не будет выходить газ из конфорки, если не будет пламени. Но в целом, все же мы прекрасно понимаем, и у меня в том числе дети. Мы же отвечаем за своих детей. Неважно, это газ или еще что-то. Конечно, за детьми следить надо. Для этого именно кран на укуске и существует, чтобы его перекрывали. Чтобы вот эти случаи не случилось, ребенок не подбежал, когда отвернулся родитель и не открыл этот кран. Да, краны, они же по нормативам у нас на высоте соответствующие 1,5-1,6 метра находятся. Чтобы не дотянулись. Вообще, это для удобства, будем говорить, пользователя. Средний рост человека, для того, чтобы удобно было закрывать, открывать его. Ну, в том числе, да, и для детей. Они не знают об этом. Ручки, пожалуйста, плиты. Он будет крутить. Его наругать, конечно, надо после этого. Вот на всякий случай, да. Но этот самый. Но в целом... Чтобы не борез дальше. Да, да, да. Чтобы не... Да, дети очень любознательны. Поэтому и в этом плане рассказывать, обучать детей в этом направлении надо уже. Хотя вот с 12-летнего только возраста допускают детей к использованию, ну, к пользованию плитами. Вот. Но учить детей нужно уже начинать раньше. И надо сказать, что в целом, ну, у нас как бы эта программа ведется, это направление очень так достаточно плотно с ним мы работаем. У нас зачастую дети учат родителей. Понимаете, как правильно. И дети гордятся. Младше обучают старшего. Да, да, да. Они очень горды, когда они могут чему-то научить родителей. И сами при этом больше узнают. Да, да. Ну, вот самые распространенные, да, нарушения. Вот вы приезжаете, да, к вашему абоненту, к клиенту, да, и увидите, что... А он такой, а я не знал, там, или вот... И сделает вид, что не знал. Ну, основные, с теми, которыми мы сейчас сталкиваемся, за что потом приходится людям штрафы эти платить, да, чего бы, конечно, никто не хотел. Значит, это самовольная замена, перемонтаж оборудования. То есть, вот, как мы обычно говорим, да, мужчина в семье должен много чего по хозяйству делать, да, но вот одну несчастную эту гайку он не должен трогать, именно которая подключает газоиспользующее оборудование. Вот, как только он вмешивается в систему, все равно это выявляется рано или поздно. И когда наши специалисты, либо при планном посещении, либо, не дай бог, появятся запог газа и придется вызывать аварийную установе, то, соответственно, будут составляться протоколы административного правонарушения. Вот, штрафы от 4 до 20 базовых, то есть они тоже достаточно существенны на сегодняшний день. Вот, значит, такое, оставление без присмотра часто. Понятно, что никто из нас же не сидит и не следит за, вот, прямо непрерывно за, ну, готовящейся там едой. Но, вот, чем часто сталкиваемся, особенно люди, которые, допустим, либо злоупотребляют спиртным, либо просто, ну, в силу своего здоровья, да, либо пожилого возраста. Выпила таблеточку, прилегла, уснула. Вот, как правило, заканчивается это все тем, что выкипает все содержимое, начинается задымление, там начинает гореть то, что находится в кастрюле в сковороде. Соседи вызывают МЧС. Вот, при этом там штрафы предполагаются и от МЧС, и от газовиков, то есть ничего хорошего в целом. Ущерба как такого нету, но последствия могут быть. Ну, могли быть последствия, конечно. Да, да. Либо, если это, допустим, суп, что-то более жидкое, оно вытекает через край кастрюли, тоже заливает газ, и уйдет просто выход газа. Ну, обычно по стояку, если много квартирка, то сверху по вентиляции люди начали ощущать, да. Ну, то есть природный газ, он легче воздуха, а жирина, наоборот, тяжелее, то есть он внизу скапливается. Поэтому дешевле поставить клапан электромагнит со сигнализатором, чем платить по этому штрафы. Вот такие случаи часто повторяются, мы рассматриваем их. Да, и можно даже не досмотреть, правда. И поэтому лучше перестраховаться, если у вас есть родители, которые пенсионеры, и они часто это забывают, не только по забывчивости, по силу возраста, то лучше установить, есть у нас такое понятие, как сигнализатор заголовок стеклапан электромагнитный, и тем самым предсечь в будущем то, что будет происходить. Ну, там есть у нас и датчики по угарному газу, который устанавливается, и так называемые наши пожарные извещатели. То есть на любую плиту это можно поставить, да? Или они где-то в комнате, они работают автономно, да? В комнате, в комнате. Нет, Евгений Казимирович говорит про те датчики, которые в данной ситуации, да, ставится сигнализатор, он подключается к клапану, который на газовой трубе стоит. Вот, и как только оставили, допустим, загазованность помещения пошла, датчик срабатывает, мало того, что он начинает пищать, значит, он тут же подает сигнал на клапан, он перекрывает газ. Все, как бы, вот, и в этом случае мы, скорее всего, получим на аварийную нашу диспетчерскую заявку, у меня пропал газ. Вот, потом это уже будет, ну, это уже не опасно, как бы, то есть потом уже разобьешься. За эту штрафа никто не даст, и платить не придется. Да, 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 ну, понимаете же, да, все прекрасно, мы понимаем, что... Нужно страховаться. Да, что люди в возрасте, это те же дети, как правило, да, и с ними порой даже сложнее, вот, совладать. Поэтому есть такие системы, они, кстати, нигде не прописаны как требования, да, ну, как рекомендация, да, и многие, кстати, идут по этому пути. Потому что бывали случаи, когда целые подъезды загазовывались, человек приходил, уже пенсионер, на административную комиссию, и с ним приходили его же дети, которые осуществляют присмотр, и они говорят, что не было до этого, когда-то наступает такой момент, что человек начинает что-то забывать. И хорошо, если он там забудет дверь закрыть в квартиру, там, или еще что-то, а если он забудет газ перекрыть, то это уже беда. Нет, этого могут еще и другие люди пострадать, не только этот человек. Да, да, да. С газом все более-менее понятно. Раньше вот была такая профессия, как трубочист, очень почетная профессия. Очень почетная, да. Если добавить к предыдущему вопросу, что в данный момент у нас тоже большое количество протоколов составляется именно за так называемую проверку своевременную от этих дымовых инвестиционных каналов. Также люди штрафуются. Почему штрафуются? Потому что вот эту прочистку первичную должен осуществлять, разрешено осуществлять только специализированные организации. Как такое имеет на это обученный персонал, свое оборудование и составляет, оформляет соответствующий акт. Повторную прочистку уже в следующем можно осуществлять для квартирных, блокированных домов, которые сейчас на собственности относятся и самостоятельно. Для этого нужно пройти обучение у нас в газоинституте, что касается города Гродно. И в дальнейшем самостоятельно проверять и делать отметку в журнале регистрации, что касается многоквартирного жилого фонда, то там полностью ответственность лежит на организации, которая осуществляет эксплуатацию этого жилого фонда. Она должна своевременно давать заявку. У них обслуживание какое-то идет. Да, у них есть регламент на работе по техническому обслуживанию. Но что касается домовых каналов, то она в любом случае, любые ЖСПК, УЖРЭПы должны своевременно давать заявку специализированным организациям для данной проверки и осуществлять ее. Если касаться периодичности, то для вентиляционных каналов периодичность в зависимости от материала, с которого он изготовлен. Если там кирпич раз в три месяца, если сталь, азбис, то это раз в год. Для домовых каналов это вне зависимости от материалов до топительного сезона. Ну и для колонок газовых тоже у нас в зависимости от материала. Если стоит газовая колонка, то в многооквартирном жилом доме с кирпичным дымоходом ежеквартально должна осуществляться эта проверка. Только я еще добавлю один момент. То есть самостоятельная не прочистка, а только проверка. А, только проверка, когда важно. То есть если, будем говорить, собственник обучился и имеет возможность разрешительные документы для того, чтобы самостоятельно это делать, он проверяет. Если он устанавливает, что там что-то завалилось, перекрыт дымоход, он обязательно должен уже вызывать специализированную, которая будет определять вообще, каким образом ремонт производить. То есть это достаточно такая, ну вообще серьезная очень тема, очень серьезная, потому что неисправность дымовых или вентиляционных каналов приводит к тому, что продукты неполного сгорания, а в частности угарный газ, самый опасный, да, из газов, скажем так, он может проникать в помещение. И достаточно непродолжительное время человек просто погибает. То есть запаха он и цвета не имеет. Когда обычные люди в быту говорят, вот, почувствовал запах угарного газа. Это не угарный газ, это, скорее всего, еще дыма ощущается, запах, да. Но это касается печного отопления, где дрова горят. Вот. Если говорить о газоиспользовательном воорудовании, там запаха никакого не будет. И человек просто дышит, просто наступает сонливость, он просто теряет сознание и погибает. Да, да, то есть, опять же, все симптомы нужно, ну, чтобы уже не занимать время, почитать, посмотреть и, ну, на ранней стадии диагностировать, что да, есть, ну, как бы отравление уже минимальное хотя бы и спасать свою жизнь, то есть и проветривать, и покидать помещение и так далее, вызывать специализированные организации. Вот. Есть такое понятие, что люди просто живут, ну, привыкают, как бы, к небольшим концентрациям, ну, как к ядам любым, да, привыкают и живут, и не обращают на это внимания. Хотя это, ну, очень серьезный вопрос, и были же такие серьезные происшествия в нашей республике, когда люди просто гибли из-за таких вот ситуаций. Поэтому это, дымовым вентканалам нужно уделять очень пристальное внимание. Это собственник жилого помещения, где есть газовая, газовый котел, либо газовая колонка, принципиально должен подойти к этому вопросу. И даже если это многоквартирный жилой фонд, мы говорим, что отвечают там эксплуатирующие организации, каждый должен... Каждый же есть. Он должен позвонить вот эту эксплуатирующую, уточнить, проверили ли они. Ну, как бы, ну, я со своей, ну, как бы, со своей позиции считаю, что... Ну, обязательно. И там же зависит жизнь как самого человека, так и его близких. Поэтому этот вопрос очень важен. И масштабы трагедии могут быть велики. Да, абсолютно, абсолютно, да. Шуток не бывает. Это летальный исход, в любом случае, грозит этим. Что касаемо вот проведения земельных работ на той территории, где проложены вот, скажем, газопровод, да. Опять же, проблемы, нюансы. Можно ли по незнанию нарушить? Что делать, если поврежден, либо вот... Ну, по незнанию у нас, как правило, все и нарушается, да. Вот, но от ответственности, естественно, не освобождаются люди. Значит, вообще, да, любые земляные работы, они должны согласовываться. Значит, что касается, уже будем говорить непосредственно про газ, в обязательном порядке в газонабжающей организации нужно согласовать эти работы, получить разрешение. Забегая вперед, скажу сразу, это бесплатно абсолютно. Это вызов представителей тоже, кстати, бесплатный. И надо этим пользоваться, потому что почему-то люди всегда думают, что там труба, она практически бронированная, а сейчас же... Непробиваемая. Да, непробиваемая. А сейчас в основном применяются полиэтиленовые газопроводы. Вот. В принципе, они и дешевле, и удобнее, и, в принципе, и, ну, хороши в эксплуатации во всех смыслах. Но вместе с тем, ну, сталкивались даже вот со случаями такими, что даже хорошей, качественной лопатой можно срезать стенку такой трубы. Элементарно, да. Вот. А если давление среднее до 0,3 мегапаскаля подходит к дому, да, то, ну, так, чтобы примерно землю будет кидать где-то на высоту, ну, почти фонарного столба. То есть, понимаете, да, и это, соответственно, землю кидает, это давление, это выход газа. Тут важно, не дай бог, в такой ситуации важно, если техника работает, заглушить, значит, на безопасное расстояние дать и вызвать аварийную службу тут же, обеспечить, значит, ну, скажем так, не давать доступа туда посторонним, тем более там сигаретами или еще чем-то. Скажите, все-таки об ответственности за такие нарушения, что грозит? Ну, у нас по кодексу административному, вот, то, что мы с вами сегодня успели обсудить, это три статьи, там и повреждение газопровода, одна статья, одна статья нарушения охранных зон, ну, и само распространение нарушения правил пользования газом в быту. За нарушение правил, как я уже говорил, от 4 до 20 базовых, и статьей этой не предусмотрено предупреждение на первый раз, поэтому даже уже в первый раз, нарушая правила, человек должен понимать, что минимум 4 базовых вынуждены будут оплатить. Это все уже, никуда не денется. Значит, ну, по нарушению охранных зон, там идет градация в зависимости от того, это физлицо, индивидуальный предприниматель и юрлицо, там до 200 базовых штрафов, то есть, ну, штрафы существенные, да. Да, суммы немалые, но, понимаете, штрафы, в общем-то, это ничто по сравнению с тем, к чему может привести этот риск, необоснованно, в общем-то. На самом деле, я говорю, что для того, чтобы случилась беда, нужно одновременно стечение многих обстоятельств. Но если человек уже нарушает в чем-то, он нарушает, как правило, во всем, да, идет дальше, не зашает. Цепой, тяжкие, да. Да, если мы вовремя не выявили, не привлекли к ответственности, а ответственности беда, он думает, что дальше-дальше, и в итоге может случиться беда. Поэтому мы для того и работаем, чтобы и разъяснять людям, и где-то наказывать этих людей, где-то подсказывать им, для того, чтобы, ну, в целом, безопасность человека, конечно, зависит от него самого. Вот нужно быть всегда бдительным, и если в чем-то где-то сомневаешься, то лучше набрать ваш номер и... За спрос, как говорится, у вас в нос не бьют. И денег не берут? Да, и денег не берут. Спасибо, что поделились с нами жизненно важной информацией. Ну, а мы желаем нашим телезрителям быть бдительными и следить за своим газовым оборудованием.